Доброе утро! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Татьяна Динера, Василий Морозов. Здравствуйте! Подготовка к отопительному сезону в Барнауле вышла на финишную прямую. В понедельник начинается заполнение коммунальных систем горячей водой. Таким образом, краевая столица к подаче тепла будет готова. Дата, когда батареи заработают в домах гаража, традиционно зависит от погодных условий. По действующим правилам, подача тепла начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет превышать 8 градусов. Однако обогревать социальные объекты могут начать и раньше. По имеющейся информации, они получили письма от профильных комитетов о необходимости мониторить внутренние температуры. И в случае их приближения к критическим, направлять телефонограммы в обслуживающие организации для включения тепла. С 14 сентября в нашей стране вводят новый порядок оформления шенгенских виз. Теперь, чтобы получить заветный штамп, нужно будет сдать отпечатки пальцев и цифровую фотографию. В остальном процедура останется неизменной. Информация о владельце визы будет храниться в базе данных всех консульств. Поэтому можно будет свободно передвигаться не по одной стороне, а по всем входящим в шенгенскую зону. Детям до 12 лет дактилоскопия не нужна. Обещают, что новые изменения не повлияют на стоимость. Кстати, ближайший визовый центр для жителей Барнаула и Алтайского края находится в Новосибирске. Летать из Барнаула в Санкт-Петербург прямым рейсом можно будет круглый год. Такое решение принято впервые. Обычно по этому маршруту самолеты курсировали только летом. Решение оставить рейсы на другие сезоны связано с тем, что он пользуется популярностью и почти все места бронируются заранее. С 21 октября уральские авиалинии запускают полеты еженедельно по средам и субботам. К тому же специалисты уверены, что такой воздушный мост поможет наладить стабильный обмен туристами. Туроператоры из северной столицы уже побывали в Барнауле и рассказали о том, какие экскурсии они могут предложить нашим землякам. В скором времени представители Алтайского края с той же целью навестят Санкт-Петербург. В понедельник переселенцы из ветхого и аварийного жилья отпразднуют новоселье в доме на улице Ускова. Уже в ближайшее время пройдет жеребьевка и каждой семье станет известно, какой номер квартиры им достанется. А накануне состоялась общественная приемка новой многоэтажки. Современный, просторный, а главное новый. В доме по улице Сергея Ускова, 22, за счет бюджетов всех уровней приобретено больше половины 87 квартир для расселения тех, кто совсем недавно мог лишь жаловаться на текущий потолок и гниющие лестницы. Новые квартиры, пусть не элитное, но тоже очень качественное жилье. Это отметили участники приемки. Дома очень чистенькие, аккуратные. Есть мелкие недоделки, но я думаю, они будут в процессе уже даже и приемки, и управляющие компании записываются, они будут устранены. Общественники отметили, строители постарались. Порадовала и детская площадка, современные безопасные аттракционы. Есть даже место для занятий спортом. Здесь уже собираются жители всех окрестных домов. Вот здесь зелень, да, будет? Трава, кусты, да, вот здесь тоже в траве будет, уже ряд кустов будет. Вот эту площадку огородим, баскетбольная, волейбольная площадка будет. Можно как каток и использовать. Но есть и проблемы. К примеру, недостаток парковочных мест. В других строящихся домах нужно продумать и этот важный момент, отметили члены комиссии. По словам представителей городской администрации, в ближайших планах до конца сентября оформить документацию еще на 165 квартир, которые находятся в двух домах на Солнечной Поляне. Туда людей начнут переселять в ноябре. Пока в домах еще идут строительные и отделочные работы. Но пообещали, что заселение пройдет в срок. Тем более, что это необходимые условия для продления программы переселения. Шанс есть попасть в Барнаулу и Алтайскому краю в дальнейшее финансирование по программе переселения. Но для этого нужно, чтобы весь Алтайский край завершил программу переселения в текущем году. Завершив эту программу переселения, власти уже готовят новые заявки. Существование новой программы, правда, пока под вопросом. Все зависит от того, будет ли финансирование. В Барнауле начали сносить лестницу, которая ведет в Нагорный парк. Это делается для облагораживания склона. Работы в целом ведутся по программе создания в краевой столице туристического кластера «Барнаул-Горнозаводской город». Снос лестницы уже вызвал возмущение общественности и, в частности, архитекторов. Ее считают достопримечательностью, практически памятником. Мы спросили у горожан, нужна ли им и Барнаулу лестница на ВДНХ. Ну, если в комплексе с самим парком Нагорным, чтобы там можно было туда интересно подняться, отдыхать, тогда и лестница нужна будет. Я поднимался два раза на ВДНХ, но я не считаю, что у города есть нужда в этой лестнице. Но я считаю, что нужна эта лестница, потому что это как достопримечательность города. Как буквы сами Барнаула, в конце концов. Что с нее виды хорошие открываются именно вечером. Вы меня извините, пожалуйста, я не из Барнаула, поэтому я не знаю, про какую лестницу идет речь. На каком ВДНХ? Там в Москве, что ли? Нужна лестница, чтобы люди ходили, любовались. И было удобно подниматься не только молодежи лезть туда, но и взрослым людям, при которых даже она была построена. Можно очень сделать красивый оригинальный памятник с какими-то музеями, с интересными идеями, чтобы в городе было где провести время, отдохнуть. На Алтае сегодня стартуют Дни польской культуры. Торжественное открытие состоится в Барнауле в Педагогическом университете. Кроме официальных лиц, в числе которых и вице-консул Генерального консульства Польши в Иркутске, в празднике примут участие и польские творческие коллективы. Ансамбль песни и танца «Дети Плоцка» представит свою программу. Также на сцену выйдет барнаульский коллектив с говорящим названием «Польские цветы». А во вторник уже в Академии культуры и искусств состоится большой концерт, посвященный польской культуре. Делегация пробудет на Алтае до 16 сентября. А эта команда существует на Алтае уже 28 лет. Без них не обходится ни один праздник в Рубцовске. Хореографический коллектив «Ритмы детства» долгое время был образцовым, а теперь стал заслуженным. Чем завоевали такое звание танцующие школьники, расскажет Галина Плужникова. Это событие, эта новость стала радостным событием не только для нас, для руководителей, но и для всех участников коллектива, а также для выпускников нашего ансамбля и для маленьких деток, которые пришли к нам в этом году первый раз. Коллектив работает в разных направлениях – народном, сценическом, стилизованном, детско-сюжетном, эстрадном, современном танцах. Занимаются с ребятами два балетмейстера – Светлана Ткаченко и Лариса Елисеева. Они учат не только техники исполнения, но и стремятся раскрыть в каждом ребенке индивидуальность, веру в свои способности. Умение радоваться, удивляться увиденному, творить мир свой, сравнивать, наблюдать, мечтать, фантазировать, творить не только разумом, но и чувствами. Быть может, поэтому у коллектива свой неповторимый стиль, по которому можно сразу узнать ритмы детства. Оценивают это и на профессиональном уровне. Результатом являются награды, которые вручали танцорам за прекрасные выступления. И все же главные не награды, а желания ребят, а их сегодня занимается 160 человек, выходить на сцену и радовать своего зрителя. Галина Плужникова, Геннадий Лапзин. Наши новости. Новый дом для маленьких хищников. В Барнаульском зоопарке соорудили вольер для пумы и ее котят. Калетка стала больше, да и интересных вещей для животных в ней прибавилось. Появилась масса веток, коряк и других элементов, которые помогают малышам развивать свои кошачьи навыки. Посетители зоопарка уже успели понаблюдать за тем, как животные осваиваются в новых апартаментах и сняли их на видео. Мы предлагаем посмотреть небольшой отрывок. Новый дом для маленьких хищников. И на этой позитивной ноте наш выпуск подошел к концу. Хорошего вам дня. Смотрите нас вечером на канале Домашний в 18.30. Смотрите далее в наших новостях. Наше время.